михтан есть еще один такой вопрос довольно часто слышал о том что есть люди которые добываются каких-то вершин в бизнесе стремятся к чему-то какой-то цели и пришедший к этой цели черта после она через неделю месяц и убрать и очень часто слышу в семье человек там хотел бы построить себе дом купить машину вложил как говорится в себя в этот весь проект я живет без мужика мужик уже на кладбище почему так несправедливо на самом деле все справедливо смотри на самом деле в твоем ответе в твоем вопросе уже есть ответ ты сам сказал человек создал себе цели то есть он прописал с другой стороны все что он должен сделать в этой жизнь дальше дальше построил дом но он не видит как в этом доме он допустим там еще что-то да там строит к примеру часовню за этим домом или в этом доме происходит баллы и которые там приводят еще какому-то громадному успеху то есть планка не повышается и ну как бы он закончился дела и все чё ему коптить воздух а главные цели выполнены поэтому и могут и забрать я лично знал женщину которая очень-очень-очень-очень там мечтала желает и идеи там сделать золотую свадьбу то есть тогда когда у них было 40 лет совместной жизни а золотую я закатаю вообще богу и она об этом говорила все десять лет она жила она там я помню как перед самым золотой свадьбой она там вставила там шалаш что готовила думала кого призвать кого позвать покупала новые кольца платья там сэнки то есть вся подготовка и никогда не было слышно у неё что будет после свадьбы а после свадьбы случилось что неделю она еще пробула чуть бы просто неделю без каких-либо предпосылов после недели после свадьбы ее хватает инсульт и через неделю после того как схватил инсульт она умирает то есть после свадьбы она прожила реально две недели сейчас могут задать мне вопрос другие а как же так получается вот я знаю что человек типа бесцельно живет а бесцельно живет и как бы и живет и живет и живет тут есть другие варианты на самом деле это вы так думаете что он бесцельно живет а у него допустим ей может быть цель он хочет увидеть или побывать на свадьбе в ночь это все знают для вас это мелочь а для него это важно то есть это все равно есть с другой стороны там приедешь в какую-то деревню глубинку и да действительно появляется вопрос ну а что люди ну вот там день это дня как бы прошел по сути ничего не видят ни интернета не и у них свет по праздникам то есть как бы огород вот сколько вот свете солнца да вот это и день стемнело света нету есть такие деревни чушь лиха ты их полно то есть казалось бы какой смысл жизни да то есть можно забрать не другие есть варианты тогда когда из-за этих людей извини за выражение но колбасит их родственников родственники да работает в повышенных энерго отдачи то есть эти становятся причины для того чтобы родственники вырабатывали повышенное количество энергии они как следствие работают родственники будут как генератор в повышенном темпе а эти как раздражители поэтому человека я считаю забирают из этой жизни тогда когда он закончил все а кстати если закончился почему не упокоенные души да потому что у него настолько незакончено какое-то дело поэтому ее душа не упокоенная допустим ттп чувак там где-то строил это переживает за дочь или еще что-то да и он становится не упокоенный душой мне тоже кстати на эту тему уже были выпуски вы ранее моем видео блоге поэтому душа и на армсог странствует как ny пока я потому что незаконченные дело если в абсолютно закончил без цели и не являешься ни раздражителя и внимание если ты ничего не можешь поменять не во внешне ни во внутренне среди то что я привел во внешне то есть во внешние те родственники когда ты не являешься раздражителям для вертoo ли это внешняя среда а внутренние это твои цели. Если ты ничего не будешь поменять, то зачем ты нужен системе? Ты не вырабатываешь должного уровня энергетики и все. В редких случаях, в качестве исключения, бывают люди, которые там одиночки, про которые сами про себя забыли в жизни и из-за них тоже забыли. Как-то путешествовали и взяли одну родственницу, девочку с собой. Но время от времени вспоминали, она там на заднем сиденье еле, там у нас далекая путешествия, поворачивая, Катя, ты с нами? Да. Мы приехали, по-моему, где-то 900 километров, три раза спросили, Катя, ты с нами? Она три раза за 900 километров сказала, да. А, ну еще пару раз, там, в туалет хочешь? Да. Все, за нее можно забыть, понимаете? Ты привыкаешь, что в машине тихо, спокойно, в квартире тихо, спокойно, кто-то сидит там тихо в уголку, и ты не замечаешь. То же самое происходит в жизни. Сколько людей-то, как муравьев на земле, да? Муравейник, а как муравейник, это людей на земле, да? Так и получается, кто про кого-то время называет. Ну, то есть, есть люди-невидимки, как говорится. Да, да. Он ходит, он, это, а его никто не знает и не видит. Да, да. Когда человека не стало, соседи спрашивают, вот, вы знаете о таком человеке? Да, нет, не видит. Да, да. А, да, когда-то пару раз сказал здрасте. То же самое. Поэтому, ну, основной параметр – это цель. Поэтому, вот у меня сейчас и знакомый гель, которого я очень уважаю, и у него было там несколько целей, и, как бы, он говорит, мне скоро умирать, и он выполняет эти цели, и вот тут вот стоит задача, я-то понимаю, что он делает. Если он выполнит эти цели, он быстро будет уходить. Я это знаю. И он просто выполнил цель, он начинает чахнуть. Выполнил цель, он начинает чахнуть. А он говорит, а я уже не могу. Я реально, вот логикой, да, мне 70, сколько ему там, два года, говорит, я не могу поставить следующую, потому что я просто понимаю, что это нереально. Я ее не смогу выполнить. То есть, у него мозг работает. Он не может выполнить следующую цель. А он эти выполняет, чахнет, 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 чахнет. Такие глобальные цели. Ну, не то, что там, Цель утром пойти, сходить, килограмм картошки купить и вечером выпить 50 грамм коньяка, это не цель. Надеюсь, я полностью осветил. Ну, будем смотреть. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Дальше будет интереснее! Субтитры подогнал «Симон»!